Всем привет! Сегодняшнее видео я хочу сделать по запросу моей любимой подруги. Любимой, любимой. Аллочка, привет тебе большой! Она живет далеко от меня, поэтому я все это ей не могу взять с собой и показать. Да, также думаю, может кому-то будет еще интересно. Можно просто подчеркнуть какие-то идеи, какой-то дизайн. Тем более, что вот серьги куплены именно здесь в Германии. Они действительно отличаются каким-то интересным дизайном, интересной идеей. И понятно, здесь очень хорошее качество. Да, для девушек, которые живут в Германии, все, что здесь продается в магазинах, тоже очень красиво, интересно. Но стоит намного больше, чем похожие дизайны, такое же хорошее качество, но купленные в телешопинге. Я уже рассказывала, что здесь есть два телешопинга. То есть, это канал по телевидению и также интернет-магазин. Напишу внизу их название. В общем, там можно действительно купить очень красивые украшения за небольшие деньги. Также там бывают скидки и так далее. В России они, к сожалению, не доставляют. Но вот, может, у кого есть возможность или кто приезжает сюда, чтобы вы знали, где можно купить очень интересные вещицы. Так, давайте начинаем. Первые три пары моих сережек будут от дизайнера Сары Керн. Очень мне нравится качество. Цена была хорошая. И что мне еще очень нравится, эти сереги серебряные покрываются родиумом. То есть, это металл из семейства платиновых. То есть, платина, выглядит это все как белое золото или как платина. То есть, это очень, во-первых, хороший вид. Во-вторых, нету вот этого почернения, как обычно у серебра. Да, потому что вот с этой пандорой я уже, честно говоря, заколебалась все время ее чистить. Потому что она вот чернеет, зараза. Особенно летом. То есть, здесь вот с сережками, конечно, этого нет. Это очень удобно и практично и выглядит еще лучше, чем просто серебро. Так, первые, значит, вот такие вот. Это такие трехмерные яйца. Давайте я вам покажу одно. Очень они мне нравятся. Что мне в них нравится? Во-первых, сам дизайн. Да, вот эта трехмерность. Форма мне очень нравится тоже. Что-то такое круглое или овальное. Это всегда выглядит как-то, в общем, притягивает почему-то мой взгляд. Сзади, вы видите, вот такой орнамент красивый. Туда поступает достаточно света. И везде, вы видите, такие камешки. Кажется, по-русски это называется фианиты или циркония. В общем, все это там в камушках. И каждый камешек, конечно, держится серебром. То есть, это не просто приклеено. Все сделано очень хорошо. И вот так вот это выглядит. То есть, ко всему. И даже вечером их можно одеть. И к какому-то классическому костюму. И к джинсам. И к джинсовой какой-то, не знаю, порванной какой-то рубашке. Или к чему-то такому более рокерскому, кожаному. В общем, ко всему. И всегда это будет выглядеть как-то модно, молодежно, со вкусом. В общем, очень их люблю. Следующие, пожалуй, мои фавориты. Вообще, мои самые-самые любимые серьги. Тоже от Сары Керн. Это вот такие вот левы. Тоже, видите, трехдименциональная, я хотела сказать, трехмерная. Все это форма. То есть, не просто какая-то лепешка. Вот так вот все это красиво, трехмерно сделано. Опять же, везде камешки. И такие голубые глазки у него, у левы. Носик. Все, в общем, очень классно. Вот такие вот. И вот так это выглядит. Очень их люблю. Тоже и на вечер, и на каждый день. Я вот, например, ношу такие серьги даже и на каждый день. И они не очень тяжелые. Я только что, перед тем, как снимать это видео, специально взвесила их на весах. Они весят 4 грамма. То есть, это вполне каждое. Вполне можно носить. Уши не отваливаются, не болят. Ничего с ними не происходит. Следующие, которые я тоже очень люблю. Но это, скорее, уже вечерний такой вариант. Так на каждый день. Даже я их не одену. Вот такие вот. Хотя, смотря к какому аутфиту. Тоже просто красота вообще. Сделано все очень хорошо. Каждый камешек держится. Все это, опять же, так поблескивает. А-ля бриллианты, диаманты. Зеленые, голубые, белые. Вот. И вот так вот это выглядит. Очень красиво, конечно. На вечер самое то. И вы видите, они не супер такие какие-то длинные. То есть, со вкусом сделаны. Люблю их очень. Вот такие вот красивенькие. Почему-то я их ношу в основном зимой и осенью. Ну и снова вот эта вот круглая форма. Люблю я что-то такое кругленькое. Да, что еще хотел сказать. Вот эти серьги, они потяжелее. Они весят 8 грамм. И вот, конечно, это все индивидуально. Но вот для меня, я уже поняла, мерила много разных сережек. И у меня были тоже, как раньше, серьги более тяжелые. Вот все, что тяжелее 8 грамм, я не могу носить. Потому что через полчаса у меня начинают уши болеть. И потом мне не хочется их как-то оттягивать. Чтобы они потом висели, как у кокер-спанеля, до плеча. А вот 6 грамм, это как бы максимум того, что я могу носить. Без того, чтобы это было неудобно и уши болели. Ну, конечно, это индивидуально. Нужно померить, посмотреть. Так, идем дальше. Следующие тоже серебряные. Тоже телешопинг. Юдит Виллиамс. Это серебро позолоченное. И это настоящий горный хрусталь. Вот такие вот классические. Очень красивые. Очень тоже хорошо все сделано. Вот такие вот беленькие. Вот так это все выглядит. Такие аккуратненькие, красивенькие. Вот такие вот. Тоже иногда очень даже. Особенно, когда на шее что-нибудь такое цветастенькое. Или какая-то одежда уж очень цветастенькая. Да, вот такие вот беленькие. Камешки очень даже подходят ко всему. Следующие сережки. Это настоящий камень. Яды по-русски. Напишу потом, как этот камень называется. Надо посмотреть. Вот такие вот зеленые натуральные камни. Там еще какая-то гравировка на нем. Какие-то интересные такие формы непонятно чего. Вот так вот. Такие вот. Зелененькие. Не слишком длинные. Что я тоже заметила. Людям часто, девушкам, женщинам, идут серьги, которые примерно заканчиваются не ниже подбородка. Ну вот такая вот примерно длина часто идет. Все, что вот висит уже ниже подбородка, мне, например, не очень нравится. Так что тоже надо присмотреться к длине. Хотя я со своим длинным лицом могу и длинные носить, но не очень люблю, вот когда они уже прям вот висят где-то там. Так, следующие серьги купленные в Молдавии. Гальваническое серебро и розовый кварц. Вот такие. Тоже крупные достаточно. Красивый цвет. Я одно время очень любила розовый кварц. Носила у меня тоже кольцо есть с розовым кварцем. И кулон такой, как роза. Прям вот из камня сделана роза. Очень красиво тоже. Вот такие вот. Тоже неплохо. Вот. Но их я почему-то ношу не очень часто. Следующий тоже из Молдавии. Тоже кальваническое серебро, кстати, тоже какой-то это русский завод. Женщина мне рассказывала. Их я вот этим летом покупала. Я вам уже их показывала. Такие вот на лето очень даже интересные такие вот цветочки. Все это блестит. Опять же фионитики. Белый цвет вообще как-то вот сразу освежает. Вот такие вот. Так, следующие. Я давно, давно не носила. Это серебро, кстати, ничем не покрытое. Поэтому оно вот уже темнеет. Это у нас на улицах такие продают. Стоят иногда такие столы. Вот со всякими вот такими вот. С натуральными камнями там сделаны. Серьги и кулоны. Вот это из той серии. Поэтому без родиума сверху. Вот вы видите, это все темное такое. И натуральный камень оникс. Вот. Вот одно время мне такие нравились. Сейчас мне абсолютно вот этот стиль не нравится. Что-то такое немножко похожее на цыганку. Не знаю. Хотя иногда, почему бы и нет. Вот такие. Не носила их уже 10 лет точно. Может быть, когда-нибудь еще пригодятся. Так, следующие тоже куплены здесь. Но в русском магазине тоже какой-то, по-моему, Санкт-Петербургский завод. Вот такие вот серьги а-ля жемчуг. Не настоящий жемчуг. Но серебряные. С какими-то там фионитиками. И вот, видите, с одной стороны, это просто держится вот эти жемчужины вот такими штучками. А с другой стороны, они вот так выглядят, как какой-то крест. В общем, тоже интересная такая форма. Что-то необычная. Вот такие вот. Тоже ко всему. Тоже и на каждый день, и на вечер. Тоже ношу в последнее время редко. Что-то как-то я... Жемчужный мой период прошел, когда я любила жемчуг. Следующий тоже. Из того же русского магазина. Вот тоже это не настоящий жемчуг, конечно же. И фионитики. Ну, такой интересный классический дизайн. Вот, выглядят они очень так даже ничего. Вот так богато. И со вкусом. Вот. Такое что-то тоже нужно иметь. Но ношу я вот их, как я уже сказала, вообще давно не ношу. Так, и последний. Да, я почему-то думала, что у меня намного больше сережек серебряных. Оказалось, что вот их не так-то уж и много. Последний, это вообще вариант, который я уже 10 лет последний не носила. Серебро, как вы видите, не покрытое ничем. Это был подарок из Молдавии. И здесь такой камень а-ля опал, который со временем почему-то помутнел. Непонятно, что с ним случилось. Да, они, конечно, мега тяжелые. Их так не поносишь. 10 минут и уши отваливаются. Я не знаю, сколько они весят. Грамм по 13, наверное, каждая. В общем, да, вот такие вот. Конечно, сама форма интересная. Вот такие вот. Это, конечно, тоже на выход куда-то. Вот, такие крупные. Интересные, но очень тяжелые. Все, вот такое было видео. Я заметила, конечно же, сейчас, что у меня абсолютно не хватает таких каких-нибудь маленьких сережечек, таких аккуратненьких, именно из серебра. Но это мы как-нибудь дело поправим скоро. И все, я надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, моя подруга утолила свой интерес и посмотрела на все мои серебряные сережки. И я желаю вам всего хорошего. Напишите мне, какие сережки вам особенно понравились, что вы любите носить. Такие очень-очень мелкие или что-то покрупнее. Мне было бы очень интересно узнать. И все. Я надеюсь, что мы скоро с вами увидимся. Мы скоро летим в Турцию. Послезавтра. Завтра я еще работаю. Поэтому сегодня мне нужно быстренько собрать чемодан. Мы летим на неделю в Турцию. И оттуда я, конечно же, сделаю, наверное, несколько влогов или один влог. Посмотрим, как получится. Потому что, мне кажется, там будет хорошо, тепло и солнечно. И почему бы не поделиться с вами вот такой солнечной погодой. Так что все. Иду собирать чемоданы. Спасибо, что досмотрели это видео. И пока. Пока.